Приветствую вас, аноним, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается следующего. Автор описывает ситуацию, в которой не чувствует, что нужна своей подруге. Говорит о том, что есть ощущение, что подруга её не ценит, вот, а использует только как жилетку. И автор говорит про то, что всё время, получается, зовёт её, ну, гуляет, вот, всё время, как-то вот. Проявляет инициативу, ну, в общине, при взаимодействии. А подруга, значит, ничего особенного для этого не делает. И, собственно говоря, это одна из причин, по которой, вот, автор вопроса довольно, получается, болезненно и тяжело. И, собственно, вот, с этого момента я и хотел бы начать с момента, с момента привязки ваших. То есть, если вы, ну, вот, если вы чувствуете привязанность, да, к человеку, значит, это связано с... определенными, вот, так скажем, вашими потребностями, вот. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы понять, какого рода эти потребности. для себя не разберётесь с этими потребностями, ну, то есть, вот, ну, чего вам, грубо говоря, не хватает. Вы не сможете, в общем-то, быть свободны. На мой взгляд, на мой взгляд, вы боитесь остаться одна, на мой взгляд, у вас есть трудности с самооценкой, вот. Ну, и есть, наверное, проблемы с личными границами. Ну, и есть, ну, все, с силам. Как мне, как мне кажется, вы, э-э, как бы, ну, как будто бы, вот, чувствуете себя, знаете как, э-э. недостойны, как будто вы недостойны того, чтобы общаться с другими людьми, то есть вы боитесь, что вас никто не оценит, вас никто не заметит, никто вас не будет ценить. Это довольно интересная, конечно, ситуация, это довольно интересная, я бы сказал история, это довольно интересный момент, потому что, на мой взгляд, у такого вектора отношения к себе есть свои причины. Ну, вопрос заключается в том, конечно же, что это за причина, то есть вот, понятно, какого рода это причина. Ну, лично мне, лично мне, ситуация представляется так, такой, что вам сложно себя выражать, то есть вам сложно проявлять себя, я бы так сказал, то есть вот, вы как бы не привыкли себя проявлять, проявлять, не привыкли вы себя выражать, не привыкли вы возможно, ну, как-то вот демонстрировать то, что вам важно, не привыкли вы демонстрировать то, что вам постоянно не привыкли вы демонстрировать вот такие вещи. В общем, это очень серьезный момент, да, очень серьезный момент, да, очень серьезный. Вот. Вот. То есть поэтому вам, как мне кажется, сложно. Вот. Потому что вам тяжело на себя операться, в этом смысле. То есть если бы вы вот на себя оперались бы, да, было бы легче. Так сложнее на себя операться. Вот. Отсюда люди это чувствуют, что вам сложнее на себя операться. И ведут себя вот так, как, ну, условно говоря, как им удобно, по сути. Да? К сожалению. Ну, а вам обидно, вам неприятно, вам тяжело. Поэтому здесь нужно больше внимания стараться уделять себе. Вот. Здесь нужно учиться слышать себя, учиться выражать свои чувства. Да, а еще, очень важный момент, касается интересов наших. То есть вот, ну, буквально, буквально, какие у вас интересы. Вот. Вот. То есть, ну, чем вы увлекаете, что вам нравится, что вам нравится. А что вам, что вам интересно, так скажем. Так и далее. Вот. То есть вот такие. Ну, такие аспекты в данном случае можно, ну, можно смотреть. Без интересов вам будет сложновато. Эмммм, значит, выстраивать отношения с людьми. Потому что вы всегда будете чувствовать себя зависимым. Ага. Ну, а сути вот по, допустим, самым что вы описываете, ну, вот. Интересов вас немного, если вы, конечно, эмм, ну, не упустили, так сказать, ничего, ничего. Вот. А, и людей, вот, с кем, с кем бы вы, эмм, ну, с кем бы вы проводили эммм, свое время, да, так скажем, так скажем. Эммм, тоже немного, то есть вот, ну, эмм, возможностей для, для реализации, для реализации того, что вам вот нравится. То есть вот обратите внимание на эти, на эти вещи. Что мне нравится вообще глобально по жизни и как, как, как я это реализую. Вот. То есть что я делаю для того, чтобы это реализовать. И делаю ли я вообще для этого что-то. Потому что, ну, понятно, что, если, если вы не делаете ничего для того, чтобы это реализовать, вот. То, само собой, эмм, ну, как, вот, в таком случае, да, эмм, можно рассчитывать на, там, ну, грубо говоря, эмм, ну, равноправное взаимодействие. Равноправное взаимоотношение с, эмм, ну, мужчинами. Допустим, с подругами, допустим, да. То есть я правильно понимаю, что вы, как бы, ну, одна. То есть вот, нет романтического партнера. Вот. И вот, чем меньше этого у вас, эмм, тем, получается, больше, тем больше, эм, власти обладают, эм, так скажем, над вами. А другие люди. Вот. Ну, это неприятно. Всегда неприятно. Вот. И я прекрасно понимаю, что вы хотите это изменить. Вот. Но вы сами отвечаете на свой вопрос, на свой вопрос в какой-то степени. Говоря вот про привязан, то есть, ну вот, то есть вот у вас есть привязанность, да, и вот, ээээ, как бы, вот эта привязанность, она, ну, значит, значит, ну, вас, ээээ, там, грубо говоря, держит. Вот. Ну, да. Ну, действительно, ну, действительно, это так, что вот, ну, действительно, так бывает, что привязанность, ну, удерживает, да. И нужно понять, эээ, какую, эээ, потребность вы пытаетесь реализовать. Это можно сделать только в, эээ, формате, значит, психотерапии. Вот. Это можно сделать только в формате индивидуальной работы, это никак по-другому не сделать. Поэтому, такая вот история. Собственно, чтобы относиться, как вы говорите, к дружбе проще, нужно действовать так же, как... а, действует ваша подруга. Вот. То есть, эээ, нужно, чтобы, эээ, вы, эээ, были, эээ, ну, ну, как, как, как бы, эээ, не одиноки. То есть, чтобы у вас не было всё завязано только на одной подруге вашей. Понимаете, да? Вот. То есть, нужно, чтобы у вас было несколько, эээ, ну, друзей. Вот. Чтобы это, чтобы это было возможно, чтобы, чтобы это, ну, стало возможным. Для этого вам нужны интересы. Вот ваши, прям, собственные интересы. Вот. Чтобы была, чтобы была возможность их, эээ, значит, ну, эээ, реализовывать. Вот. 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 Чтобы была возможность их выражать, это интересно. и, ээээ, я думаю, что, тогда у вас, а, ну, потихонечку, потихонечку, все, все, все начнет получаться и выправляться. Вот. Ну, понятно, что, если, если, там, какие-то страхи есть, да, если, какие-то, ну, искажения, ну, восприятие себя присутствует, вот, то, конечно, тут только с помощью, вот, психолога, можно решить данную проблему, потому что со стороны на себя вы не посмотрите. Вот. Эээ, ну, а что касается личных границ, то здесь я бы был повнимательнее немного, эээ, в смысле, того, эээ, что я хочу, не хочу делать, эээ, для, ну, ну, для другого. Вот. Что мне хочется, что нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Ну, что, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.